А утром его разбудил свист ветра, сухо шумели сосны за окном, тревожно шелестели березы. На синеватом полотнище реки узорно курчавились маленькие волнишки. Из-за реки плыла густо синяя туча, ветер обрывал ее края, пышные клочья быстро неслись над рекою, поглаживая ее дымными тенями. В купальне кричала Алина. Когда Самгин вымылся, оделся и сел к столу завтракать, вдруг хлынул ливень, а через минуту вошел Макаров, стряхивая с волос капли дождя. — Где же Владимир? — озабоченно спросил он. — Спать он не ложился, постель не смята? Усмехаясь, Клим подбирал слова поострее. Хотелось сказать о Лютове что-то очень злое, но он не успел сделать этого. Вбежала Алина. — Клим, скорее кофе! Мокрое платье так плотно прилипло к ее телу, что она была точно голая. Она брызгала водою, отжимая волосы, и кричала. — Сумасшедшая Литка бросилась ко мне за платьем, и ее убьет громом! — Лютов, был у вас вечером? — угрюмо спросил Макаров. Стоя перед зеркалом, Алина развела руками. — Ну вот, жених пропал, а у меня будет насморк и бронхит. — Клим, не смей смотреть на меня бесстыжими глазами! — Вчера хромой приглашал Лютова на мельницу, — сказал Клим девушке. Она уже сидела у стола, торопливо отхлебывая кофе, обжигаясь и шипя, а Макаров, поставив недопитый стакан, подошел к двери на террасу и, стоя там, тихонько засвистал. — Я простужусь? — серьезно спросила Алина. Вошел Турабоев, окинул ее измеряющим взглядом, исчез, снова появился и, набросив на плечи ее пыльник свой, сказал «Хороший дождь, на урожай!» Сверкали молнии, бил гром, звенели стекла в окнах, а за рекою уже светлело. — Пойду на мельницу, — пробормотал Макаров. — Вот это, друг! — воскликнула Алина, а Клим спросил, — потому что не боится схватить насморк? — Хотя бы поэтому. Пальто сползало с плеч девушки, обнажая ее бюст, туго обтянутый влажным батистом блузы. Это не смущало ее. Но Турабоев снова прикрывал красиво выточенные плечи, и Самгин видел, что это нравится ей. Она весело жмурилась, поводя плечами, и просила «Оставьте, мне жарко». «Я бы не посмел так, как этот франт», — завистливо подумал Самгин и вызывающим тоном спросил Турабоева. — Вам нравится, Лютов? Он заметил, что щека Турабоева вздрогнула, как бы укушенная мухой. Вынимая портсигар, Турабоев ответил очень вежливо. — Интересный человек. — Я нахожу интересных людей наименее искренними, — заговорил Клим, вдруг почувствовав, что теряет власть над собой. — Интересные люди похожи на индейцев в боевом порядке, раскрашены в перьях. Мне всегда хочется умыть их и выщипать перья, чтобы под накожной раскраской увидеть человека таким, каков он есть на самом деле. Алина подошла к зеркалу и сказала, вздохнув, — «Ой, какое чучело!» Турабоев, раскуривая папиросу, смотрел на Клима вопросительно, и Самгин подумал, что раскуривает он так медленно, тщательно, потому что не хочет говорить. — Послушай, Клим, — сказала Алина, — ты мог бы сегодня воздержаться от премудрости. День уже и без тебя испорчен! — Сказала она это таким наивно умоляющим тоном, что Турабоев тихонько засмеялся. Но это обидело ее. Быстро обернувшись к Турабоеву, она нахмурилась. — Почему вы смеетесь? Ведь Клим сказал правду. Только я не хочу слушать. И, грозя пальцем, продолжала. — Ведь вы тоже, наверное, любите это. — Боевой наряд. — Перья. — Грешин, — сказал Турабоев, наклонив голову. — Видите ли, Самгин, далеко не всегда удобно и почти всегда бесполезно платить людям честной медью. Да и так ли уж честна эта медь правды? Существуют старинные обычаи. Перед тем, как отлить колокол, призывающий нас в Дом Божий, распространяют какую-нибудь выдумку, ложь. От этого медь будто бы становится звучней. — Итак, вы защищаете ложь? — строго спросил Самгин. Турабоев пожал плечами. — Не совсем так, но... — Алина, иди переоденься, — крикнула Лидия, появляясь в дверях. В пестром платье, в челме, из полотенца она была похожа на черкешенку-адолиску с какой-то картины. Напевая, Алина ушла, а Клим встал и открыл дверь на террасу. Волна свежести и солнечного света хлынула в комнату. Мягкий, но иронический тон Турабоева воскресил в нем не однажды испытанное чувство острой неприязни к этому человеку с испаньолкой, каких никто не носит. Самгин понимал, что не в силах спорить с ним, но хотел оставить последнее слово за собою. Глядя в окно, он сказал. Свифт, Вольтер и еще многие не боялись правды. Современный немец-социалист, например, Бебель, еще храбрее. Мне кажется, вы плохо разбираетесь в вопросе о простоте. Есть простота Франциска Оссисского, деревенской бабы и негра Центральной Африки. И простота анархиста Нечаева неприемлема для Бебеля. Клим вышел на террасу. Подсыхая на жарком солнце, доски пола дымились под его ногами. Он чувствовал, что и в голове его дымится злость. — Вы сами говорили о павлийних перьях разума, помните? — спросил он, стоя спиной к Туробоеву, и услыхал тихий ответ. — Это не то. Туробоев взмахнул руками, закинул их за шею и так сжал пальцы, что они хрустнули. Потом, вытянув ноги, он как-то бессильно съехал со стула. Клим отвернулся. Но через минуту, взглянув в комнату, он увидел, что бледное лицо Туробоева неестественно изменилось. Стало шире, он, должно быть, крепко сжал челюсти, а губы его болезненно кривились. Высоко подняв брови, он смотрел в потолок, и Клим впервые видел его красивые холодные глаза так угрюмо покорными. Как будто над этим человеком наклонился враг, с которым он не находил силы бороться, и который сейчас нанесет ему сокрушающий удар. На террасу взошел Макаров, сердито говоря, — Володька, оказывается, пил всю ночь с хромым и теперь спит, как мертвый. Клим показал ему глазами на Туробоева, но тот встал и ушел, сутулясь, как старик. — Он болен, — сказал Клим тихо и не без злорадства, но Макаров, не взглянув на Туробоева, попросил, — ты не говори о линии. Самгин был рад случаю израсходовать злость. — Это ты должен сказать ей. — Извини, но твоя роль в этом романе кажется мне странной, — говорил он, стоя спиной к Макарову, — так было удобней. — Не понимаю, что связывает тебя с этим пьяницей. Это пустой человек, в котором скользят противоречивые чужие слова и мысли. Он такой же выродок, как Туробоев. Говорил он долго, ему нравилось, что слова его звучат спокойно, твердо. Взглянув через плечо на товарища, он увидал, что Макаров сидит, заложив нога на ногу, в зубах его по обыкновению дымится папироса. Он разломал коробку из-под спичек, уложил обломки в пепельницу, поджег их и, подкладывая в маленький костер спички, внимательно наблюдает, как они вспыхивают. А когда Клим замолчал, он сказал, не отрывая глаз от огня, — быть моралистом просто. Костер погас, дымились недогоревшие спички, поджечь их было уже нечем. Макаров подчеркнул чайной ложкой кофе и стаканой, с явным сожалению, залил остатки костра. Вот что Клим. Алина не глупее меня. Я не играю никакой роли в ее романе. Лютого я люблю. Туробоев нравится мне. И, наконец, я не желаю, чтобы мое отношение к людям корректировалось тобою или кем-нибудь другим. Макаров говорил не обидно, каким-то очень убедительным тоном. А Клим смотрел на него с удивлением. Товарищ вдруг явился не тем человеком, каким Самгин знал его до этой минуты. Несколько дней тому назад Елизавета Спивак тоже встала перед ним как новый человек. Что это значит? Макаров был для него человеком, который сконфужен неудачным покушением на самоубийство, скромным студентом, который усердно учится, и смешным юношей, который все еще боится женщин. «Не сердись», — сказал Макаров, уходя и споткнувшись о ножку стула. А Клим, глядя за реку, углубленно догадывался. Что значат эти все чаще наблюдаемые изменения людей? Он довольно скоро нашел ответ, простой и ясный. Люди пробуют различные маски, чтобы найти одну наиболее удобную и выгодную. Они колеблются, мечутся, спорят друг с другом именно в поисках этих масок, в стремлении скрыть свою бесцветность, пустоту. Когда на террасу вышли девушки, Клим встретил их благосклонной улыбкой. «Видишь, Лида», — говорила Алина, толкая подругу, — «он цел, а ты упрекала меня в черством сердце». «Нет, омут не для него. Это для меня. Это он меня загонит в омут при мудрости. Макаров, идемте. Пора учиться». «Какая она несокрушимая», — тихо сказала Лидия, провожая подругу и Макарова задумчивым взглядом. «А ей ведь трудно живеть».